Сегодня видео про то, как создать идеальную планировку. Полезно будет тем, кто купил квартиру и собирается делать ремонт. Тем, кто только ищет квартиру. Для тех, кто собирается спроектировать и построить дом. А также тем, кто учится дизайну и хочет сам для себя придумать планировку, а для этого узнать главные принципы, как необходимо планировку создавать. Поехали смотреть. Всем привет, меня зовут Иван Безруков, я дизайнер интерьера. И сегодня я буду вам рассказывать, как делать планировки. Рассказывать буду вам на примере дома. Почему дома? Потому что его можно создавать с нуля. То есть придумывать планировку с чистого листа. На примере квартиры получится не очень, потому что какую ни возьми, она естественно окружена наружными стенами, существующими коммуникациями и несущими опорами. Поэтому как ни крути, мы столкнемся с суровой действительностью, которую нужно принимать во внимание. А в доме мы ничем не ограничены. Буквально с чистого листа бери и делай, что называется. Это позволит мне донести до вас главные принципы планировки, что нужно учитывать. Если что-то не будет получаться у вас в вашей планировке. Ну, например, вы взяли свою квартиру и, пользуясь моими принципами, пытаетесь их применить именно в своей планировке. Почему на примере дома, а не квартиры? Дело в том, что каждая квартира имеет свои ограничения. Ну, во-первых, мы ограничены наружными стенами, внутренними коммуникациями и несущими конструкциями. Поэтому не в каждой квартире удается добиться идеального результата. Поэтому я с чистого листа буду рассказывать вам главные принципы, которые необходимо учитывать. Помнить про них, например, если вы выбираете квартиру. И, соответственно, применяя их, вы сможете приблизиться к идеальному результату. Я, конечно, понимаю, что ничего идеального не бывает, но хотя бы какие-то принципы вы сможете уже использовать прямо сейчас. И я думаю, что это очень здорово и, конечно же, вам пригодится и будет полезным. Итак, какие эти главные принципы? Я начну вот с чего. Мы должны с вами сделать удобно и красиво. Давайте разберем, что это такое. Удобно. Что нужно сделать в планировке, чтобы вам было удобно? Ну, конечно, в первую очередь это хранение. Во вторую, эргономика. И на этот счет я могу порекомендовать две замечательные книги, которые вы сейчас видите на своем экране. Можете смело их приобретать, сделать прямо настольными у себя дома. В вопросе дизайна вы уже прокачаетесь. В вопросе планирования. Итак, возвращаемся к хранению. Дело в том, чтобы у вас в квартире получилось красиво, мы должны большинство вещей, которые находятся в квартире или в доме, скрыть. А это практически 80% всех вещей, которые находятся у вас. Давайте разбираться, что за типы хранения, которые необходимо предусмотреть. И в своей идеальной планировке я их, конечно же, учитывал. Их 11. Запоминайте. Первое. Это гардеробная в прихожей. И именно гардеробная, потому что она позволяет вместить все вещи. Второе. Это гардероб при спальне. Именно гардероб, потому что он больше вмещает. Он не в спальне. А если шкаф в спальне, то, соответственно, он сам по себе не очень-то и красив. Поэтому лучше всего гардеробная. Третье. Это постирочная отдельная комната, в которой хранится уборочный инвентарь. Есть стиральная машина, сушильная машина, а также гладильная доска. Четвертое. Необходимо предусмотреть хранение для постельного белья и полотенец. Пятое. Хранение для уборочного инвентаря. Я уже его упоминал, но тем не менее, еще раз напоминаю. Шестой тип хранения. Это хранение в ванной комнате. Это очень важно. Обратите внимание, сейчас на ваши ванны и душевые вы удивитесь, сколько там баночек и скляночек, которые валяются и стоят на бортах ванны и непосредственно на раковины. Так вот, в них нет никакой красоты, если вы специально эти баночки не подобрали по цвету и по дизайну. Соответственно, все их нужно прятать. Седьмой тип хранения. Хранение на кухне. Идеальный вариант. Это кладовка на кухне и для кухни. Восьмое. Отдельная кладовка для всякого хлама. Типа чемоданы, спортивный инвентарь, какой-то туристический инвентарь и т.д. и т.п. А также старые игрушки. Девятый тип хранения. Я называю женские радости. Это украшения и то, чем они наводят макияж. Десятое. Это детские игрушки, игры, учебники, всякие поделки, прибамбасы для творчества и т.д. и т.п. И одиннадцатое, что необходимо предусмотреть, это кабинет и все, что в нем необходимо, начиная с компьютера, принтера, заканчивая всяческими журналами, книгами, ручками, наградами и т.д. Конечно, это не все виды хранения, существуют еще и другие сугубо индивидуальные, которые, может быть, относятся только к вам. И создавая планировку, в первую очередь, вы должны думать, куда разместить весь тот хлам, которым обросли за долгие годы своей жизни. Верхняя одежда, простая одежда, ну и т.д. Короче говоря, вы поняли. Все это нужно скрывать с глаз долой. Для чего? Для того, чтобы эти вещи не создавали визуального шума. И тогда у вас есть шанс навести красоту, создать, так сказать, дизайн. И вот это вот следующий вопрос, которым необходимо заниматься в планировке. Красота. Красота – это композиция. Если композицию перенести на язык планировки, то в первую очередь это симметрия. Симметрия, относительно которой мы расставляем мебель. Это всегда выигрышный вариант в 99% случаев. И только 1% – это когда вы хотите создать что-то эдакое, внести какую-то асимметрию в свое пространство. Но это больше подходит для коммерческих помещений, например, каких-то баров, а даже, скорее всего, клубов, в которых вы хотите что-то эдакое сделать. Все-таки в квартирах и в частных домах мы говорим о комфорте. Комфорт – это баланс и равновесие. Баланс и равновесие – это как некие весы, понимаете, какая-то взвешенность. А это и есть симметрия. Симметрия в расстановке мебели и оборудования. Вот что нужно держать в голове. Итак, мы обсудили два очень важных вопроса – удобство и красоту. Ну а теперь перейдем к самому главному. Как компоновать пространство? Как его строить, создавать для того, чтобы вам было удобно и красиво? Как получается идеальная планировка? Давайте я возьму себя как пример. Муж, жена, ребенок. Ну, у меня, конечно, трое детей, двое живут уже отдельно. Поэтому я рассматриваю идеальную планировку для семьи из трех человек. Ну, давайте из трех-четырех. Итак, что нужно семье с детьми для комфортного проживания? Как нужно спланировать пространство так, чтобы было комфортно? Запоминайте, это очень важно. Первое. Мы должны учесть градацию интимности помещений. Если это визуализировать, то выглядит это следующим образом. Прежде чем попасть в дом, мы должны оказаться в некой буферной зоне, назовем ее прихожей. Но это и логично. Мы всегда для начала попадаем в прихожую. Это та зона, которая может допустить в себя, ну, практически всех людей, которые к нам приходят в гости. Начиная от членов семьи, заканчивая какими-то доставщиками. Понимаете? То есть все оказываются в прихожей. Пришел доставщик, он оказался в прихожей. И дальше мы не хотим его пропускать, правильно? Но где-то мы с ним должны общаться. Это и есть прихожая. После прихожей следующее помещение – это общее пространство. Это следующий такой круг. После прихожей – это то место, где мы встречаемся всей семьей. Это то, где мы встречаем гостей. Где мы празднуем дни рождения. Где мы играем в игры с друзьями. Ну и так далее и тому подобное. В общем, говоря, вы меня поняли. В правилах градации интимности помещения – это следующее. После прихожей. А вот уже после общего пространства должны идти приватная зона, так называемая. Это уже спальни и детские. Территория детей и территория родителей – это спальни. Это самая дальняя часть в квартире или в доме. Вот в той градации интимности помещений, про которую я вам сейчас рассказывал. Если вы сделаете так, то ваша жизнь будет максимально комфортна. Ну вот вспомните, есть такие квартиры, когда мы заходим и сразу же напротив входной двери спальня. Согласитесь, это не очень удобно видеть пятки спящей жены. Ну, например, курьеру, который принес пиццу. Это незначительная какая-то часть, но она доставляет много дискомфорта. Вот это и есть градация интимности помещений. А вот если бы спальня была где-то в глубине в квартире, в этой спальне была бы еще своя ванна, так называемая мастер-спальня, то вообще никакого дискомфорта не возникло бы, согласитесь. Но то же самое и с детьми. То есть те дети, которые, так сказать, в глубине жилья, их никто не беспокоит. Правда ведь? Даже если там маленькие дети играют с бабушкой, то кто бы к вам не приходил, любые гости, они не будут тревожить ваших детей. Понимаете логику, да? Вот этим и удобна вот эта самая градация интимности помещений. Ну и опять-таки же спальня это сугубо личные пространства с какими-то интимными, не знаю, вещами там. Это то, что мы не хотим выставлять на показ. Поэтому соблюдайте это правило, ищите квартиры, отвечающие этим правилам, или дома, отвечающие этим правилам, и будет вам счастье. Дело в том, что мы издаем разные звуки. Не знаю, песни поем, храпим, кричим, музыку слушаем, телевизор и так далее. Так вот, мы ни при каких обстоятельствах не должны пересекаться и мешать друг другу. Например, к вашим детям пришли гости, и они бесятся, устроили там вечеринку. Шумят, музыка гремит, телевизор орет, а вы хотите полежать, отдохнуть после трудового дня. Согласитесь, если бы ваши комнаты были рядом через тоненькую перегородку, вы бы это никак не сделали. Соответственно, вынуждены были бы идти к детям, говорить им, чтобы они не шумели. Ну и, соответственно, детям это, понятно, не очень нравится, им побесится охота. Понимаете, вроде бы ерунда, но это доставляет капельку дискомфорта. И если дети постарше, то они уже, наверное, будут стремиться куда-то вовне дома убежать. Ну, просто чтобы, так сказать, родители им не докучали, и они родителям не докучали. Поэтому нужно разносить спальню родителей отдельно, спальню детей отдельно. При этом в каждой спальне должна быть своя ванная, чтобы не надо было выходить в общее пространство. То есть, если мы говорим про спальню родителей, про мастер-спальню, или как я ее называю, территорию родителей, здесь должна быть сама спальня, должна быть, конечно же, гардеробная, и должна быть ванная комната своя. Все в одном пространстве, за одними дверями. Это, запомните, минимальный набор этого пространства, этой территории. А вообще, сюда можно добавлять кабинет, будуарную зону, ну и что угодно, сауну, например. И тогда это позволит вам находиться здесь автономно, не мешая остальным. То же самое у детей. Например, здесь две комнаты, одна детская, вторая детская. У них своя ванная комната, у них же в идеале своя гардеробная. Ну и совсем идеалистический вариант, это игровая зона тоже здесь находится. Но тогда придется квартиру или дом раздуть до более глобальных размеров. Понимаете, да? То есть, вот опять везде свои компромиссы. Теперь, когда мы эти кружки преобразуем уже непосредственно в планировку, то увидим следующее. Вход в дом посередине. Войдя в дом, мы попадаем в большую прихожую. Это третий момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Прихожая должна быть большой, свободной и нарядной. Что обычно мы видим в квартирах или в домах? Мы видим прихожую, вроде бы более-менее просторную, но в ней нет гардеробной. Соответственно, вы вынуждены поставить в нее шкаф. И как только вы поставите шкаф вдоль одной стены, ваше прихожее, вроде бы из более-менее просторной, тут же превращается в узкую, в узкий проход. Понимаете? И это уже нельзя назвать большой, просторной, нарядной прихожей. Почему важно получить нарядную прихожую? Дело в том, что это вход в вашу квартиру. И уже прямо со входа вы должны заряжаться позитивной энергией. Вы должны радоваться тому, что пришли домой. Если хотите, это можно сравнить со встречей любимого человека дома. Как вы хотите, чтобы вас встречали? Обняли, поцеловали, спросили, как дела? Или как-то, ну давай быстрее проходи, тут одежду уже кидай и давай заходи. Понимаете? Вот есть в этом разница. И нам очень важно зарядиться этой самой позитивной энергией. Здесь прихожая практически 6 метров. Она большая. Это еще важно, кстати говоря, с той точки зрения, что когда большая семья пришла домой с прогулки, то ей одновременно нужно раздеться. А помните, как раньше в хрущевках по очереди двое зашли, двое ждут, пока первые разденутся и пройдут в квартиру. То есть вот такая очередность. Здесь этого делать не надо. У нас есть большая, просторная, нарядная прихожая. В ней даже картины можно повесить или большие зеркала и радоваться тому, что ты пришел домой. Рядом с прихожей тут же находится гардеробная. А она очень большая. По одной стороне помещается шкаф для плечиков глубиной 60 сантиметров. Он практически 3 метра в длину. Представляете, сколько можно одежды повесить? Я рассчитал, что в среднем для одного члена семьи необходимо метр шкафа. Ну, плюс-минус. Понятно, у кого-то больше вещей, гораздо тогда нужно еще больше делать гардеробную. У кого-то чуточку поменьше. Но в среднем именно метр для человека. Этого достаточно. Плюс к этому шкафу я могу поставить второй шкаф такой же глубины. Но я предпочитаю поставить шкаф более узкий для обуви. Снизу обувь, сверху сумки, еще повыше шапки. И все довольны. Что еще важно в прихожей предусмотреть? Будет удобно, если прямо из прихожей вы сможете пройти в какое-то помещение, в котором есть техническая раковина. В которой вы можете помыть лапы собачки, обувь помыть, еще что-то там сполоснуть, набрать ведро, чтобы помыть полы. А также, чтобы здесь находился туалет, потому что забежал домой, не снимая обувь, ты можешь пройти и, так сказать, сделать все, что должен сделать. Так вот, это все здесь предусмотрено. Следующий пункт. Это как мы попадаем из прихожей в общее пространство. Не должно быть никаких коридоров, переходов, г-образных, колбасообразных, каких угодно. Нет. Из прихожей мы должны сразу же попасть в общее пространство. Ну, конечно, если вы не планируете какой-то дворец, тогда дал. Сначала нужно попасть в большой холл. Из холла уже идет коридор в комнаты, идет проход в общее пространство, идет, значит, подъем на лестницу куда-то наверх. Но мы говорим не про дворцы, мы говорим про вполне себе компактные квартиры и дома. Ну, как компактные? Компактные с точки зрения комфортного проживания, а не те клоповники, которые называют комфортными, но на самом деле это какие-то кладовочки. И дальше вы поймете почему. В общем, из прихожей мы должны попасть в большое общее пространство. И оно должно быть действительно большим. Я считаю, что общее пространство под названием кухня-гостиная, в которых располагаются три зоны, кухня, столовая и мягкая зона, не может быть меньше 35 квадратных метров. Поэтому, когда вы выбираете квартиру и смотрите, что у вас кухня-гостиная 20 квадратных метров плюс-минус, ну, невозможно в ней скомфортно расставить мебель и обеспечить вот эти три зоны, которые я назвал. Вот в моем варианте здесь у меня получилось 45 квадратных метров кухня-гостиная. В этой кухне-гостиной должно быть как можно больше окон. Это пространство должно быть вытянутым, потому что прямоугольник лучше, чем квадрат. На этот счет я записывал видео. По ссылочке вы можете перейти и посмотреть, чем прямоугольник лучше, чем квадрат в общей зоне. Из общей зоны мы попадаем в одну сторону, это территория родителей, в другую сторону территория детей. В территории детей есть, соответственно, две детские комнаты, есть ванная комната и отдельно есть постирочная, это большая независимая комната. Это очень удобно, то есть не надо от детей далеко белье таскать. Все сразу здесь рядом под рукой, все закинул, постирал и хорошо. И у них есть ванная. И весь их блок закрывается за одной дверью. Да, я понимаю, что здесь нету игровой, хотя было бы здорово, но в плане экономии пространства общего я отказался от игровой. Ну, либо в комнатах играют, либо в общем пространстве. То есть я пожертвовал вот этой комнатой. Давайте рассмотрим теперь комнату родителей. В комнату родителей мы попадаем сначала в гардеробную, а уже из гардеробной мы можем пройти либо в спальню, либо через гардеробную в душевую. У родителей именно душевая, в которой есть еще унитаз и раковина. И это очень удобно, потому что все находится за одной дверью, за которой мы спрятались и, соответственно, перемещаемся по своей территории и, так сказать, пользуемся всеми благами, все, что нам необходимо. То есть зашли, разделись, пошли, помылись, вышли в гардеробную, опять оделись в домашнюю одежду, халат или что-то такое, и уже пошли либо в кухню, либо в спальню, ну, куда захотим. Ну, а теперь давайте посмотрим, как здесь расставилась мебель. Дело в том, что мебель влияет на размер комнат, поэтому мерить квадратными метрами это неправильно. Мы должны именно расставить мебель, и тогда становится ясно, насколько удобна квартира или дом. Почему? Потому что у мебели есть стандартные размеры. Например, кровать длиной всегда 2 метра, а иногда даже больше, если каркас объемный. Холодильник всегда 60 на 60, ну, за исключением каких-то эксклюзивных холодильников, которые широкие и глубокие. Стандартный размер 60 на 60. Стиральная машина 60 на 60. Кухонный гарнитур глубиной всегда 60 сантиметров. Диван примерно всегда 2 метра на метр. Понимаете логику? Для того, чтобы помыться, душевая кабина не может быть меньше 80 на 80. Даже этот размер уже слишком маленький. А вот ванна, например, либо метр 50, либо метр 70 по длине, а шириной 75 сантиметров. И мы не можем меньше сделать, а иначе для нас будет неудобно. Потому что все-таки мы обладаем определенными антропометрическими данными, которые учитывают проектировщики мебели. Короче говоря, мы должны учитывать размер мебели и расстояние между этой мебелью, для того, чтобы все получилось удобно. А это диктует размер комнат. Сейчас конкретно. Начинаю с гардеробной в прихожей. Итак, мы зашли. Здесь есть шкаф. Он глубиной 60 сантиметров. Напротив него стоит другой шкаф. Узкий. 35 сантиметров под обувь. Между ними расстояние не может быть меньше метра. Точнее может, но будет уже не совсем удобно. А вот если метр 20, то уже хорошо. Метр 50 вообще кайфово. Но вы понимаете, чем больше мы делаем этот размер, тем больше мы раздуваем границы дома. Мы же помним, что дом мы проектируем с нуля. Соответственно, я здесь могу стенки двигать. Но я стремился уменьшить его как можно компактнее сделать. Итак, размеры здесь определили. Идем дальше. Напротив, это на самом деле котельная, в которой стоит все оборудование, необходимое для отопления дома. Для дома котельная не может быть меньше 6 квадратных метров и, по-моему, 15 кубов. Не менее 15 кубических метров. Отсюда необходимый размер этой комнаты. Далее, кухня. Давайте смотреть. Здесь есть зона кухонного гарнитура, зона столовая и мягкая зона, где стоят диван и кресла. Какие расстояния необходимы между ними? Итак, кухня глубиной 60 сантиметров. Между кухней и островом 80 сантиметров. Смотрите, я здесь экономлю пространство и делаю его максимально маленьким. Если метр, это будет гораздо лучше. А вот метр 20 вообще идеально. Но я этого не делаю. Экономлю пространство. Итак, далее остров. Метр 20. Это как бы двойная кухня получается. Между островом и диваном 2,60. Я опять экономлю пространство. В идеале сделать 3 метра. Но я экономлю и делаю 2,60. И ставлю круглый стол и стулья по диагонали. Это позволяет как раз таки сэкономить размер и сделать его от 3 до примерно 2,60. От дальней спинки дивана до стены, где телевизор, 3 метра примерно. Понимаете? Теперь вы все эти размеры можете сложить и получить длину вот этого общего пространства. Короче говоря, я вот этим длинным рассказом хотел сказать, что вот этот размер обусловлен именно размером мебели и эргономикой, которая диктует, какие расстояния между этой мебелью необходимо расставить. Теперь давайте быстро пробежимся по другим комнатам. Спальня. Здесь 4 метра для того, чтобы влезла 2-метровая кровать, комод напротив кровати и остался нормальный проход между кроватью и комодом, чтобы не вот бочком ходить, а нормально передвигаться. Вот вам и размер. Далее мы проходим, попадаем в гардероб. Гардероб, шкаф глубиной 60 сантиметров. Между ним и узким шкафом, который мне тоже нужен в гардеробной для одежды, которую я складываю. Ну вот сложил и вот на полочке. Здесь я оставляю всего лишь метр. Но это уже критически малый размер. Меньше уже нельзя. Проход должен быть не менее метра. Здесь и есть метр. Вот и получается 60 метр и 40. И всего это 2 метра коридора вот этого, понимаете, из которого я далее иду и попадаю уже в ванную. Здесь тоже все выверено, потому что глубина раковины 50 сантиметров, а между ней и дальней стенкой должно быть метр двадцать, но чтобы тоже комфортно ходить. Вот и получается, что все эти размеры не просто так сделаны, а они обусловлены теми размерами, которые закладывает производитель и теми проходами, которые необходимо делать для того, чтобы нам удобно было ходить и пользоваться этим. Следующий момент – красота. В самом начале я вам сказал, что это очень важный момент. И в первую очередь это симметрия. Обратите внимание, как расставлена мебель. Она расставлена по осям симметрии. Такое ощущение, что вся мебель как будто нанизана на одну ниточку, на одну ось. Это и есть симметрия. И так во всех помещениях. То есть соблюдая симметрию, мы закладываем будущую красоту. Это очень важно учитывать в планировке. И если вы сейчас для себя планируете расставлять мебель, то обязательно учитывайте этот момент. И тогда красота гарантирована. И еще очень важный момент в планировке – это окна. Чем их больше, тем лучше. Чем больше дневного света, тем круче. Потому что солнечный свет мы ниоткуда не получим, кроме как из окон. В этой планировке окно есть в каждом помещении. Ну и в завершении хочется сказать, друзья, пользуйтесь этими советами, создавайте для себя идеальную планировку. Если хотите, чтобы мы для вас сделали эту идеальную планировку, то обращайтесь с большим удовольствием, поможем, сделаем, разработаем дизайн-проект. Если хотите научиться этому искусству, то welcome ко мне в школу. Ссылочку я оставлю в описании. 15 мая стартуем. Успевайте, еще успеете записаться. И я вам расскажу, покажу. И на примере вашей квартиры или дома мы сделаем идеальную планировку, я вас уверяю. Ну а на этом все. Всем пока. Да пребудет с вами Муза. Лайк поставьте, подпишитесь на канал и шлите это видео полезнющее вашим знакомым и друзьям.